Можно приравнять к выпускному вечеру или к периоду сбора урожая. Действительно, то, что мы посеяли когда-то еще зимой, сегодня у нас есть чем гордиться, у нас есть что показать. И в честь открытия этого мероприятия я бы хотел передать нашему гостю из корпорации Microsoft. Это Вилфред Хирман. Это руководитель подразделения, которое занимается развитием информационных технологий на локальных рынках. Итак, Вилфред, добро пожаловать на сцену. Спасибо большое. Я понимаю, что у нас есть какие-то трансляции, поэтому я буду делать это очень медленно. Доброе утро, все. Спасибо, что здесь. Я понимаю, что у нас есть какие-то проблемы с трансляцией, поэтому, извините за долгой. Спасибо, что пришли. Я понимаю, что есть проблемы сейчас с пробками, поэтому прошу прощения за задержку. Очень приятный привет от меня. Добро пожаловать всем вам. Очень жду встречи со всеми вами. Как Сейгей сказал, я новой Девелопер-Experience Lead. Difficult to translate, я понимаю, для Центра-Естерной Европы. Мульти-кутрия Европы, которые есть 24-кутрия. Я в роли сейчас две недели. Я начался на октябре 1. Я был в основном представителе для Центра-Естерной Европы. Я был в основном представителе Центра-Естерной Европы. Я был здесь много раз. Я был в основном представителе для Центра-Естерной Европы. Это подразделение, которое охватывает много стран, 24 страны. Я в этой должности уже нахожусь две недели, с 1 октября. Но до этого также работал в компании, много раз был здесь. И сейчас поездки в Украину занимают, наверное, около 70% того времени. Начну с того, что хочу рассказать, почему Украина настолько важна для нас и для Майкрософт. Несколько фактов, в Украине больше всего разработчиков в регионе. И это один вообще из лидеров по всему миру, по количеству разработчиков. И, без украинства, Украина имеет высококвалифицированные технические специалисты, которые имеют глубокую экспертизу в производстве продуктов. И поэтому мы здесь и продолжаем инвестируем. В Украине очень много высококвалифицированных специалистов, которые занимаются разработкой новых продуктов. И поэтому мы здесь и продолжаем инвестировать в это. И, конечно, наш фокус на стартапах, это потому что у нас есть в победе. И наш фокус на стартапах, это потому что это ситуация, в которой выигрывают все. Helping стартапs who are using our cloud, meaning Azure, obviously, having more customers means not only helping the economy, but helping us driving consumption and use a job. Когда используется наша облачная технология, это означает, что больше клиентов. Это, конечно же, помогает и в экономическом плане, и также мы способствуем развитию потребления и использования продуктов. On Internet of Things. This is one of the key priorities for Microsoft, and the Internet of Things market is growing very fast. По поводу интернета вещей. Это одно из ключевых, один из ключевых приоритетов сейчас для Microsoft. Microsoft has a solid ecosystem, including developer tools and services related. Это означает, что мы строим решения, которые могут быть любого масштаба, и это можно сделать очень быстро. Не хочу больше занимать много времени, но все, о чем мы рассказали, это то, почему Microsoft решила поддерживать эту инициативу с развитием стартапов, которые вы сегодня услышите. Дальше вы услышите о результатах этой инициативы, и дальше расскажет Сергею подробно. Да, теперь я обратно переключусь на русский. Действительно, скажем так, без поддержки этой инициативы корпораций нам бы не удалось это создать в том виде, в котором мы это создали, и не удалось бы получить те результаты, которые мы получили. Опять-таки о результатах мы поговорим позже, когда стартапы будут презентовать свои решения. Я бы хотел рассказать вам немножко историю проекта, как он вообще зарождался и почему мы это делаем. Исторически Microsoft, как корпорация, уже более 20 лет поддерживает стартап-движение, потому что мы верим, и мы это видим и ощущаем, что стартапы гораздо более перспективная аудитория, разработчики, продуктовые компании, на которых можно строить вот эти самые win-win сценарии, когда все мы выигрываем. Но при этом мы работаем еще и с большими enterprise-организациями. Это я их условно делю на компании, которые занимаются чистым аутсорсингом, которые разрабатывают продукты по заказу за рубеж. И с другой стороны у нас есть большой сегмент в Украине, это машиностроение, это агросектор, это ритейл и так далее. Это большие индустрии, которые приносят достаточно хорошую стабильную прибыль, которые, несмотря на кризисы, на все те вызовы, которые, с которыми мы сталкиваемся у нас в стране, они все равно выживают, они строят свой бизнес и строят свой бизнес здесь. И наша обязанность в том числе поддерживать их с точки зрения информационных технологий, внедрения новых решений, новых проектов, для того, чтобы они были успешны и здесь. Идея IoT-лаборатории родилась на неком пересечении стартап-экосистемы и вот этого самого большого энтерпрайза. Идея состоит в том, что на нашем рынке, ну и в принципе, как и везде, есть такая, я бы не сказал, что прорва, но есть там большая прослойка, которая, условно говоря, не позволяет стартапу быстро выйти на нужных людей в энтерпрайзе. С другой стороны, энтерпрайз, глядя вокруг, видя, что происходит, сколько всяких решений, технологий и так далее, он тоже теряется. У него есть какие-то бизнес-потребности, он теряется в том, как их реализовать. Так вот, идея IoT-лаборатории была как раз-таки объединить потребности энтерпрайза, о которых мы, как Microsoft, знаем, мы со всеми с ними общаемся, мы прекрасно понимаем, что у них болит с точки зрения бизнеса. И с другой стороны, стартапы, которые создают продуктовые решения, которые закрывают вот эти самые бизнес-потребности этого энтерпрайза. Но при этом не только энтерпрайзом мы живем, тоже хочу, чтобы это все понимали, есть еще консюмер-сегмент, который в нашей стране тоже достаточно большой и приносит достаточно хорошую стабильную прибыль. Поэтому мы также фокусируемся на создании консюмерских решений, а также социальных решений. IoT-лаборатория как проект родилась в свете стратегии Microsoft, которая состоит из четырех частей. Это ключевые продукты, которые мы развиваем. Это Windows, это Office 365, это наше облако. И IoT совсем недавно стала одним из четырех стратегических направлений. Два года назад было мероприятие под названием Build, где это было объявлено, это стало нашей стратегией. У меня, скажем так, сама идея лаборатории появилась, исходя из неких личных событий, которые произошли у меня и в семье. У меня родился сын, до этого я очень давно занимался различного рода железяками, паяльниками и прочее. То есть я IoT как таковым занимаюсь уже более четырех лет. Так вот, когда родился ребенок, я понял, что у меня не хватает жизненного пространства. Мне пришлось все свое железо, все свои датчики и так далее сначала вынести на балкон. А когда ребенок начал ползать, он начал заползать и на балкон тоже. Я пришел к своему менеджеру, сказал, дорогой менеджер, мне нужно арендовать гараж, повысить мне зарплату. Но как это происходит обычно в больших компаниях, менеджер сказал, давай подумаем, как мы можем это решить по-другому. И вот это по-другому было. У нас есть много помещений, ты можешь здесь заниматься тем, чем ты хочешь, тем, что тебе интересно. Более того, мы можем привлекать внешних людей, которые бы могли вместе с тобой это делать. Мы прошли несколько реитераций вот этой идеи и в конце концов пришли к решению, которое у нас есть сейчас, которое мы рады представлять. Это проект IoT-лаборатория. Это все о стартапах. Это то, как мы помогаем действительно нашим стартапам достичь хороших результатов. Если говорить о том, что конкретно у нас здесь происходит, IT-лаборатория состоит условно из неких трех этапов. Первый, ну или даже нулевой этап, это непосредственно отбор стартапов. В прошлом инкубационном цикле мы его проводили путем онлайн заявок и личного прозвона. Мне пришлось обзвонить более 100 компаний, выбрать из них 10. Выбирали мы совместно с нашими партнерами, и это было очень тяжело. Мы потратили два дня просто на просмотр, на анализ некоторых стартапов. Мы дозванивали, выясняли и так далее. Это был тяжелый действительно выбор. Первый этап – это обучение. Мы понимаем, что IoT – это достаточно новая тема, в том числе на локальном рынке. Я понимаю, что уже давно существует embedded-разработка как таковая, десятки лет. Уже давно существует разработка серверного бэкэнда и фронтэнда, уже тоже десятки лет. Но тем не менее, соединение вот этих двух частей вместе, хардверной части и софтверной части, клауд-части, порой иногда бывает достаточно тяжелой задачей, особенно в контексте коммуникации внутри команды, потому что обычно хардвер-инженеры, те, которые радиоэлектронщики и так далее, они плохо понимают, как работает софт на том, что они спаяли, как работает облако, и наоборот. У программистов есть достаточно базовое понимание о том, что такое хард, как туда разрабатывать и так далее. И наша задача была сформировать программу обучения, которая бы закрыла части, связанные с облачной разработкой, связанные с хардверной разработкой, и в части соединения этого всего вместе. Другую задачу, которую мы ставили при программе обучения, это бизнес-обучение. Мы понимаем, что наши стартапы, это то, что мы наблюдаем на рынке, они все очень классные с точки зрения технологической подкованности. И это действительно факт. Те ребята, которые работают в Украине, которые работают над своими продуктами, с точки зрения технологий здесь вообще нет никаких претензий, они все матчурные, все молодцы. Есть проблемы в другом. Проблемы, связанные в понимании бизнеса, как большой бизнес работает, и как нужно с ним работать. Для этого мы приглашали менторов и специализированную школу. Это наш партнер White Sales School, который проводил целенаправленное бизнес-обучение наших странам. Второй этап – это непосредственно прототипирование, в рамках которого наших ребят мы снабдили набором всех необходимых датчиков и устройств. Некоторые мы потом еще по дороге докупали. Для того, чтобы создать прототип. То есть, как только прототип готов, это не прототип на проводах, а это прототип в нормальной коробке, который можно показывать, стартует третий этап, когда мы начинаем это решение показывать нашим заказчикам. Отталкиваясь от того, что мы знаем их бизнес-потребности, мы под эти бизнес-потребности условно брали стартапы или тюнили их решение. Соответственно, у нас было, что предложить, и это дало свои результаты. Некоторые проекты сейчас находятся на стадии промышленного образца, некоторые проекты уже отгружают партии в заказчиков и успешно продаются, и это для нас очень хороший результат. Собственно, с этим я бы хотел, пожалуй, переключиться непосредственно на наших стартапов. Я бы хотел, чтобы они в рамках трехминутных спичей рассказали вам немножко больше о своих проектах и о своих результатах. И первый стартап, которого я хотел бы пригласить, это команда Агромонитор. Где команда Агромонитор? Агромонитор мы пропустим. Стартап, вернее, мне уже даже сложно называть его стартапом, это компания, компания FTS, которая расскажет о своем решении в IoT-лаборатории. Добрый день, дамы и господа. Для нас большая честь оказаться в гараже Сергея. Вообще-то, в принципе, гараж это как бы такое специальное место с особой энергетикой. Обычно с гаражей начинались не просто большие, а великие компании. Значит, для начала я расскажу о нашей мечте. Наша мечта это магазин для слепых. Магазин для слепых или для слабовидящих людей, в которых, магазин, в котором слепые или слабовидящие люди смогут спокойно ориентироваться. То есть они будут иметь возможность ориентироваться с помощью смартфона или тележки и выбирать товары. То есть, в принципе, получить, скажем так, полноценную, получить возможность совершить полноценную покупку. Что касается нашего пути, путь этот очень долгий. И идти по нему, конечно, еще не один год. На сегодня мы, скажем так, сделали первый шаг. Что мы смогли сделать на протяжении первого шага? Это инновационная система электронных ценников. В чем инновация? Инновация, в первую очередь, в эффективности быстродействия. Инновация в облачности. И инновация в том, что мы на этапе разработки заложили вот эту самую InStore Navigation, которую в дальнейшем будем разрабатывать. Чем нам помог Microsoft и, в частности, лаборатория? Вы знаете, очень сложно оценить. То есть поддержка и вклад, они неоценимы. Начиная от технических средств, таких как программное обеспечение, осциллографы, там, не знаю, всякие датчики. Возможностью общаться с потенциальными клиентами в Украине, там, другими полезными специалистами. Возможностью промоутировать свое решение. Психологическая поддержка. Знаете, для нас, как для украинских предпринимателей, очень важно, чтобы в нас верили, чтобы в те наши мечты и идеи, которые мы пытаемся реализовать, верили и нас поддерживали с самого начала. И хочу отдельное спасибо сказать Сергею Поплавскому, который является куратором этой лаборатории. Я считаю, что человек прекрасно справился со своей задачей по той причине, что сейчас мы можем официально заявить, что мы завершили концепт своего решения, то есть прототип создан. И сейчас мы находимся в активном поиске первичного инвестора для проекта для открытия производства в Украине. И, в общем-то, еще пару слов. Я понимаю, что этот месседж, возможно, будет обращен к будущим студентам-стартаперам. Ребята, в этой украине можно и нужно заниматься бизнесом. Давайте делать это вместе. Спасибо. Спасибо большое. Нам вернулся Агромонитор. Рад представить. Добрый день. Меня зовут Александр Рассачи, компания Агромонитор. Ровно 9 месяцев назад мы зашли в этот, наверное, кабинет и лабораторию, которая нас пригласила. И пришли мы сюда с идеей, с небольшой такой командой, больше сказать, единомышленников, которые все своими руками пытались сделать какие-то определенные инновации в аграрном секторе. То есть, был уже небольшой опыт работы с аграрным направлением, что касалось поставок определенного оборудования в Чили. Но украинский рынок и большой рынок аграрный нам был совсем непонятным. То есть, мы понимали определенное определение, что нам необходимо, но... Давайте, что-то я начал умноваться. Перейдя в отлап, мы более-менее начали разбираться с потребностями рынка благодаря помощи Сергея Поплавского, благодаря помощи компании Microsoft. Мы создали ряд продуктов. Это метеостанции, это приборы для измерения плотности грунта, это датчики, сенсоры для измерения влажности грунта. Создали целую линейку оборудования. То есть, огромная помощь была оказана и отлапана благодаря предоставлению измерительного оборудования, приборов, которые нам предоставлял партнер и отлапа Intel. Благодаря этому мы вышли уже, выходим из отлапа как уже готовая компания, которая заключила ряд контрактов с крупными аграрными холдингами Украины, как Kernel, так же компаниями, которыми являются мировыми брендами, Сингента, Байер, Лима Грейн, разные компании. Мы уже поставили ряд оборудования измерительного и заключили эти контракты. Так что, хотелось бы поблагодарить и отлап, сказать большое спасибо их поддержке и пожелать дальнейшего развития этого направления, потому что за этим будущее, особенно что касается Украины и аграрного направления. Спасибо, Саша. Я бы на самом деле, несмотря на то, что Саша немножко волнуется, вот Агромонитор действительно очень интересная команда. Я помню, когда они пришли, знаете, вот есть такое понятие хипстеры, то есть это люди, которые такие вот, все о технологиях, вот нам датчики запилить, закрутить и так далее. На сейчас действительно ребята выросли, очень крепко выросли, их штат людей вырос, наверное, больше, чем в пять раз. И это действительно пример того, как совместными усилиями можно не просто создавать продукты, а целую линейку продуктов и ставить ее на промышленные рельсы. То есть сейчас налажено производство, отгружаются устройства и так далее. Спасибо, Саша. Следующий, тоже мне сложно назвать стартап. Давайте я буду оперировать понятием продуктовая компания, потому что стартапами они были, когда они сюда пришли. Это компания Onlizer, и Андрей Дерин, ее руководитель, расскажет о своем решении. Добрый день. Мы когда пришли в IT Lab, в принципе, мы действительно пришли с продуктовой идеей, со своим стартапом. До этого у меня и небольшой нашей команды уже был опыт коммерческих проектов, довольно большой. Это в основном было аутсорсинг. В какой-то момент мы просто поняли, что у нас достаточно довольно опыта, чтобы попытаться сделать реальный украинский продукт. Мы сами даже не из Киева, мы из Тернополя, от такого небольшого областного центра на Западной Украине, где, в принципе, не так много IT-компаний на самом деле. Мечтаю, как бы наша идея, она была довольно такая масштабная. Мы задались задачей реализовать решения для упрощения разработки новых IT-проектов, в том числе IoT-проектов. То есть мы заметили, что то, что упоминал даже Сергей, есть большая проблема соединения устройств и существующих уже технологий, сервисов, баз данных, различных решений даже Microsoft, других компаний. Поэтому мы решили создать платформу, которая позволяет подключать устройства к этим сервисам, сильно упрощая этот процесс и уменьшая, соответственно, затраты. По нашим сейчас оценкам у нас, как бы, есть уже некий опыт внедрения. На некоторых проектах мы помогли нашему заказчику сэкономить по сравнению с классическим способом разработки около 60% средств. То есть это как разработка, так и запуск IoT, IT-проектов, сервисных проектов, дальнейших их масштабирования, что очень важно для стартапов, например. Поддержка, также большие очень затраты. Соответственно, наша платформа содержит целый ряд инструментов. Тут показаны только некоторые из них, которые к IoT относятся. Но сама платформа довольно масштабная. IoT Lab нам, если честно, сильно помог, потому что, когда мы услышали про него, мы были на таком уровне концепта, в плане именно IoT-решения, и сильно захотели сюда попасть. То есть приложили все максимальные усилия, нам это в результате удалось. Во-первых, чем сильно помогла лаборатория, это доступ к различным устройствам. Потому что наше решение нужно было тестировать на максимальном количестве устройств, которые могли бы использоваться в результате других решений. Это нам удалось благодаря поддержке лаборатории, Microsoft и так далее. Те нужные устройства, которые не хватало нам на старте, докупались, мы тестировали. Сейчас у нас довольно есть интересные разработки, которых нет даже пока решений в открытом доступе, под разные платы, SDK и так далее. Второй момент – это очень хорошая бизнес-экспертиза. Потому что что Microsoft, что партнеры, которые были приглашены, это как и большие компании, это и консалтинговые компании и так далее, нам сильно помогли именно с бизнес-виженом нашего продукта. То есть, когда мы приходили сюда, у нас был большой опыт аутсорсинг, но мы, в принципе, знали, как IT-решения продавать. Но на продуктовом рынке все оказалось совсем по-другому. И Microsoft нам сильно помог с этим, зашла отдельная благодарность. То есть, постоянная поддержка, фидбэки, оценки, помощь даже в оформлении тех же некоторых моментов по бизнес-модели и так далее. Ну и еще один эффект, который я могу сказать, именно о IT-лаборатории. Почему я советую, вот сейчас будет новый набор, вот я надеюсь, Сергей мне разрешит и как бы это новое созвучит. Я хотел. Я бы советовал поддаваться тем командам, которые сейчас там думают, не думают. Потому что на самом деле такие компании, как Microsoft, это возможность долгосрочного сотрудничества. У нас сейчас, благодаря Microsoft, уже в принципе, могу сказать, есть ряд контрактов на наш продукт. Мы уже разрабатываем решение, продаем свой продукт внутри Украины. Это тоже украинские заказчики от компаний, также с иностранным капиталом. Но, в принципе, это еще один факт. Microsoft нам помогает сейчас продвигаться на рынок. То, о чем Сергей, в принципе, говорит. Ну и отдельное спасибо лаборатории. Отдельное спасибо Сергею, Microsoft, за то, что организовали такую инициативу дальнейшего развития, увеличения масштаба и так далее. Всего самого доброго. Спасибо, спасибо. Следующий проект E-NATUR. Леша, прошу тебя. Это у нас выпускник, ищущий последний. Виталий всех. Меня зовут Алексей Галенко. С проекту E-NATUR мы разработаем технологию Internet of Environment, интернет на околочное средство. По сути, мы имеем безлечу вопросов до на околочного средства. Пришли до речки, чи можно в ней купаться. Купаться, какая тут качество воздуха. Одна из важливейших вопросов, это, если живу я в хорошем месте. Что, на несколько раз, каждый человек в жизни встречается вопросом, когда переездит куда-то, или шукает новую домовку, или вообще переездит в другую место, например. Как на сегодняшний день ответить на это вопрос? По сути, у нас технологии нет. Або мы можем в какую-то государственную установку вернуться, или в коммерческую организацию, если есть хорошую. И, возможно, отримаем какой-то репорт. Найчастяше, если он не будет, то мы его не понимаем, если мы экологи, не экологи або не науковцы. Цікавое запитание, че взагалі люди дбают про это. Чи парятся, скажем так, с ним. На сегодняшний день в США ризница между зеленой и незеленой нарухомостей досягла в цене 15%. Люди готовы очень много переплачивать за то, чтобы жить в здоровом и хорошем месте. В Анатур мы разработаем технологии интернет-оффенвайромент. Мы собираем экологические данные из миллионов джерел. Мы их обработаем, мы их анализируем за властными эко-экологиями, и даем людям ответы на экозапитание в простой форме. До речи, главное вопрос, насколько простою мае быть ответы, чтобы человек каждый раз понимает. Ну, наверное, вот так. Каждый может понимать, что зеленый, желтый или червый. Если мы говорим про нерухомость, например, дом имеет 5, 4, 3 зерки зеленых. Тоже каждый может понимать. Само так мы работаем. Первым комерциейным продуктом, который мы будем выпускать на базе цієї технологии, есть Энатур Холмс. Это как раз веб-портал нерухомостей, где вы можете задать параметры, как обычные, цена, район, где я шукуаю, будиночок, так и цикави, которые мы называем уникальные зеленые фильтры, например, в очень простой форме, до речи. Там я маю детей, або кто-то мает аст, но мне нужно очень чистое воздух, або просто хочу парк вдоль дома. И система найдет на рынке соответствующие предложения, которые идеально подъедут вашим заплатам. И это будут реальны только будинки, которые на рынке сегодня продаются. Вы сможете их сразу перейти и с риэлтором купить. Осталось остальное задание. Если мы попали в город или кустель, или джунголь, или страна, которая не думает о экологии, то там нет этих миллионов джерел. Что там делать? А что делать? И это будет, где база данных никогда не будет в середине помещения, в середине будинка. В ответ, очевидно, нужно иметь какой-то пристрой, девайс, чтобы самому там вымирять. Таким чином в нашем проекте, он родился немного меньше года назад, в листопаде 2015 года, мы собрали команду, начали працювать. У нас было три направления, соответственно, экология, софтверная разработка программная и хардверная девайсовая. Как раз тогда мы услышали про конкурс в АТ-лабораториях, прийняли в нем участь. Нам пощастило быть одним из десяти, кто туда попал, что очень открыло для нас новые возможности, оскільки все три направления, экология, софтверя, хардвера, мы смогли запаралелить и за допомогою этих додатковых ресурсов вести параллельно. Это позволило нам уже в лютому отримати перший прототип нашего продукта, нашей технологии, и с ним мы победили в Львове на Айхабринку, что интересно, что открыло до нас дорогу уже в Америку, до Нью-Йорка. И мы немного напряглись. В травм году мы выпустили второе поколение технологий, из которого мы поехали в Нью-Йорк. Там мы, это нам, ну, совсем подняло проект на другой уровень. Мы верифицировали уже маркет американский, и, естественно, який комерсийный продукт треба випускать. И тогда появилась идея уже «Энотур Холмс», от портала, который вы там бачите зелененький, на мониторе. Это как раз его уже скриншоти. В вересне, мы, здаясь, выпустились на Black Sea Summit, за IT-лабораторией, и продолжаем разработку. Вже в конце года, в гостопаде, мы очевидимым тестовый изразок продукта, и MVP выпустили на американский рынок, и в наступном году выпустили комерсийный продукт «Энотур Холмс». Власне, это наша история, она дальше будет. Найсіннейшее, что мы получили в лаборатории, это то, что, еще не сгадывали, до речи, это хмарные технологии, потому что вся эта технология сегодня у нас разработается и крутится на кладе Microsoft, на его серверах, и будет там и MVP выпустили, и випуск продуктов. И, безусловно, то, что тут в лаборатории мы сбирали и первые, и вторые поколения нашего девайса, даже корпус, который был в одном принтере, и все детали, также инструментарии нам надо в Microsoft, и эти лаборатории. Сергей безусловно консультировал. Спасибо за это. Ну, мы будем скоро выпускаться на рынок и увидимся. Спасибо за внимание. Спасибо. На самом деле, если говорить о категориях стартапов, которые мы отбирали, первый цикл для нас был цикл экспериментов, и это реально факт. Мы брали разных людей с разными решениями, enterprise, consumer. Мы также брали и разные аудитории. Это были люди, которые уже имели опыт в разработке, те, которые не имели, и были студенты. Вот, собственно говоря, результат работы студентов я бы хотел сейчас показать. Это команда Ecobox, которая расскажет о своем проекте. Людмила, прошу. Всем доброго дня. Так, сегодня я хочу трошки рассказать вам про наш проект, это UAR Robotics Ecobox. Ну, я думаю, что у многих из вас есть або дома, або где-то в офисе рослины, и, может быть, кто-то из вас стыкался с такой проблемой, что за ними достаточно сложно иногда доглядаться. Ну, в нашей команде это уже есть такая своередная легенда-история про два картуса. Первый из них мы полностью вщент просто залили водой, и он помер, на жаль, а второй из них висок. Я знаю, что они растут в пустелле, но в нашей команде все-таки мы вдалися это сделать. Ну, и по факту, это можно сказать, как и выникла идея нашего створения нашего бокса, то есть Экобox, это система автоматичного выращивания рослины, которая вытворяет просто частинку природы у вас дома, в офисе, а где вы захотите. Ну, она забезпечивает, прежде всего, это автоматичный полив, створяет специальный климат, то есть это вытворенный климат-контроль, а специальное фитосвитло, оно оптимизует сам процесс выращивания рослины. Вот. Саму систему вы можете выцветить через наш веб-сайт, а также контролировать, где-то идти на березе моря, и не хвилювать и не торбовать ваших соседей, чтобы он полив в час на ваши рослины. Вот. Это вот самое про нашу систему. Взагалі, ее можно использовать для разных застосований. Это, например, вы можете ее использовать как такой смарт-гарден у себя дома, для ваших трав, рослин, для того, что вы захотите. А также наше решение было бы цикавое для магазинов такого эко-оспрямования и для экзотичных рослин, тобто вы помещаете туда рослинку, и она может спокойно там иснувать без вашего догляда. Ну, трошки расскажу про нашу историю, как мы сюда потрапили в Майкрософт. Мы сюда пришли, насправді, просто командой студентов. У нас была лише идея, у нас было, как говорится, величезное желание працювать, створювать и выходить этот продукт, но была лишь идея, и мы не видели возможности, как это сделать. И я вам честно скажу, когда мы подавали сюда заявку в нашу лабораторию, у нас это заняло, ну, мабуть, буквально хвилин 30, мы заявку заповнювали, потому что мы не могли поверить, ну, где мы, где Майкрософт, так? И сейчас я могу сказать, что мы выходим уже не просто, как студенты, мы выходим, как формована команда разработчиков с нашим, власным, прототипом, уже не першим прототипом, продуктом, и уже с величезным досвідом, и тем, как работает наш рынок, и какие подальши кроки нам нужно делать. И, конечно, всем этим мы реально завдячем Майкрософт-лабораторию, IT-лабораторию, потому что, перш за все, вона надавала нам менторскую поддержку, потому что для нас, как для студентов, которые, в общем, не мали никакого отношения до бизнеса, эти менторские сессии по бизнесу, а также технологическая поддержка была очень важной. И, знаете, у нас это, ну, затвердилась уже такая думка среди студентов, среди молодежи, что в Украине не можно ничего творить. Все, что мы можем творить, это аутсорсинг десь працювать, або взагаля выезжать за кордон. Сейчас у нас уже есть понимание, что нет. Потому что такие компании, как конкретно Майкрософт-Украин, она поддерживает наших молодых стартаперов, и она их поддерживает сейчас, и можно створить зараз продукт, маючи лише идею и бажание багато працювать. Так что за это спасибо. Спасибо. Во многих проектах, которые мы создаем в рамках IoT-лаборатории, мы пытаемся находить вот эти самые win-win сценарии, в которых и есть наш интерес, как провайдера облачных систем, провайдера клиентских операционных систем, так и интересы команд или стартапов или продуктовых компаний. Но на самом деле мы ощущаем, скажем так, необходимость и важность поддержки именно социальных проектов, которые нам ничего не принесут, но которые помогут локальному рынку, помогут людям лучше себя чувствовать в нашей стране, в нашем городе, в тех местах, в которых они находятся. Я бы хотел пригласить команду OpenWorld, которая создала одно из таких решений. Здравствуйте. Приветствую всех. Меня зовут Андрей. И мы с командой OpenWorld разработали решения для незрячих людей. Часто ли вы видите незрячих на улице? Кто в течение последней недели видел незрячего человека на улице? Вот два человека. А в мире уже 39 миллионов незрячих людей. И, наверное, улицы должны быть отчасти ими заполнены. Но проблема в том, что им очень сложно ориентироваться в инфраструктуре наших современных городов. Они не могут подойти к аптеке, к банкомату, сесть на нужный им автобус. Ну, они могут это сделать, но это очень сложно. И мы разработали решение, которое состоит из трех частей. Это специальный маячок, вот там стоит, который нужно устанавливать на объекты городской инфраструктуры. Это сервис, веб-сервис, где эти маячки управляются. И мобильное приложение, которым пользуются незрячие. Незрячие, они тоже умеют пользоваться смартфоном, и у них это хорошо получается. И система следующая. Незрячий, используя GPS, как обычно, подходит к объекту, который его интересует. Например, это аптека. Дальше маячок уже попадает в радиус действия. И на телефон присылается уведомление, что да, рядом находится та самая аптека, к которой ты шел. Незрячий сразу может эту аптеку активировать. То есть он может прослушать дополнительную информацию, время работы, что это за аптека. Сразу может позвонить оператору, если на сайте указали контакты. И если его интересует эта аптека, то он может нажать кнопку call. И эта функция позволяет незрячему сориентироваться, где находится аптека. Выглядит это так. Маячок начинает издавать звук. Сейчас он не громко играет, чтобы никого не пугать. Но на улице его хорошо слышно. Мы с незрячими это все постоянно тестируем. Незрячий сразу ориентируется, куда ему идти, и находит этот объект. Над проектом мы работаем уже более двух лет с этой итерацией. С маячком мы попали в Microsoft и уже в рамках Microsoft и разрабатывали его здесь. За что спасибо тоже Сергею за те компоненты, с которыми нам помогали. Менторские сессии были достаточно интересными и полезными. Кроме того, наше решение, социальный проект его нужно еще как-то финансировать. Правильно? Незрячие они не могут сами эти маячки устанавливать. Поэтому в нашем проекте есть еще и бизнес составляющая, в наших маячках есть специальные сенсоры. И таким образом это решение становится не просто маячками для незрячих, а полноценным маячком для города. Потому что с этих данных можно собирать информацию о загрязненности воздуха, то, о чем говорили Ена Тург, компания, что им интересны такие решения, им интересно собирать эти данные. Вот такие маячки могут стать одним из источников. И 15 числа я приглашаю вас всех посетить в 10 часов утра Майдан независимости, именно переход подземный, где мы будем делать первый тестовый запуск, достаточно большой, мы будем оборудовать переход маячками, там будет проходить сразу тестирование с незрячими, они придут, будут большинство из них первый раз использовать это устройство, приедет пресс, и я думаю, что вам будет интересно тоже посмотреть на то, как это работает и что скажут незрячие. Спасибо большое. На самом деле про ребят я могу сказать на самом деле следующее. Несмотря на то, что опять-таки мы сейчас говорим о студентах, вы же студенты или уже не студенты? Ну, если будем хорошо учиться, то будем еще студенты. Я говорю. У них достаточно хорошо сформирована команда, которая действительно состоит из таких технарей, которые не особо, мне кажется, там вливаются в бизнес, но есть человек, который ходит и стучится во все двери, драйвит эту инициативу, работает с сообществами незрячих, работает с социальными организациями и так далее. Вы очень классная команда, я вас действительно верю, и верю в то, что не только в Киеве, но и во Львове проект, которые тоже вы планируете, вы успешно внедрите, и это будет достаточно хорошее, популярное и правильное решение. Спасибо. И последняя команда, опять-таки команда, я уже это, знаете, как по Фрейду, сложно называть их команда, это компания, это готовый продукт, это Device Voice и Андрей Кратик, его руководитель. Я пою вам, Сри. Всем добрый день, меня зовут Андрей Кратик, я керевник проекту Device Voice. Device Voice – это решение, которое позволяет объединять людей по обидві сторони торговых автоматов. Эти автоматы еще называют венединовыми автоматами. Венединовые автоматы позволяют продавать товары без участки людей. То на час, чтобы вы могли бы видеть у Киеву цирковые автоматы, або снеговые торговые автоматы. И в людей очень часто возникают проблемы, когда они користуются цими автоматами. Они очень редко звонят на номер телефона, который там вказан, только в крайних случаях. Но эти проблемы производят до того, что люди не так часто начинают користоваться автоматом. Например, если это может быть отсутствие дачи, купюру вставили, а дачи вам не выдали. Это нестача ингредиентов, в стаканчике налило водичку замість каву. Это автомат вообще не працюет. Пошли один, второй, третий раз, инстаграм не працюет. Наше же решение позволяет, ну, какая ситуация сейчас, это то, что венединовые компании, они обслуговывают эти автоматы судно по распаду. И в некоторых случаях, когда люди все-таки телефонуют, то они по дзвенку приезжают и обслуговывают их. Наше же решение выносить ци торговые автоматы в онлайн. И венединовые компании смогут бачить стан торгового автомата через веб-интерфейс. Они бачать, когда закончилась дача, есть ингредиенты, или нет, працюет или не працюет, есть живение, или нет, может, купюропримач перестал працювать, заживал банкноту и так далее. Кроме этого, наше решение позволяет усунуть проблему и с готівкой и с дачей. Эти автоматы, конечно, принимают небольшие номиналы купюр, которых очень часто у себя немало. А хочется выпить каву, хочется перекусить, что не всегда получается. Мы же на данный момент добавили 4 дополнительных способа безготевковой оплаты. Это возможность оплатить по QR-коду, запускнуючи на монитор, який мы сновидуем в торговый автомат. Это возможность оплатить через пластиковую карточку или брелочок, который используется в прописной системе компании. Это через оплату через мобильный додаток, ввивши один раз реквизит своей карточки и повторно его оплачивать только в один клик каву. Это возможность операторам повернуть кошти людине, например, если человек купюру ставила, выбирала товар и кредит обнулился, то оператор по дозунку может зараховать віддаленно кредит на этот же автомат, и человек все-таки подбает товар, который она хотела. Сейчас же человек або просто иди, або кошти повердаются ей, как на мобильный рахунок автомобиля. Это наше решение, это маленький пристрой, который установлен в источнике торгового автомата. Он включается, бачит все, что происходит с торговым автоматом и позволяет этим же торговым автоматом в идеале и управлять. Решение расширяемо, мы можем включать очень много разных дополнительных пристройств, это могут быть датчики температуры, датчики открытия дверей, пристрой для перезагрузки торгового автомата, фискальный регистратор и много-багато других. У нас больше 20 вариантов, что можно делать с автоматом. Это для тех, когда нужно что-то специфическое, именно на данном виде торгового автомата. В IT-лабораторії мы потратили 9 месяцев тому. У нас были еще ранние-ранние, начатки разработки, и мы прошли итерацию кілька прототипов. И сейчас, вы видите, уже серийную версию, которая уже используется. У нас уже есть первые клиенты, которые используют это решение и надают нам зворотный связок. И есть контракты на выготовление уже больших партій. Мы готовим сейчас серийное производство. И благодаря Microsoft мы можем очень популяризировать наши решения. Мы постоянно принимаем участие в разных конференциях, заходах. Мы значительно уменьшили затрати на начатку разработки нашего продукта, так как нам не нужно было финансирование ни на офис, ни на инструменты. И все инструменты для разработки нам были наданы. Был чудовий осциллограф. И те, чего нам не хватало, мы про это сообщили, и его, конечно, докупили. И сейчас у нас есть наше решение в дии, даже на кухне Microsoft. После выхода вы сможете увидеть кухню, вы видите, что вильняновая торговая автомат, который готовит каву, где установлена наша система. И увидит, как она работает в дии. А еще мы руйнуем стереотипы про вендинговую индустрию. Слово вендинг не очень люди знают, хотя эта индустрия очень интересна, и рынок в Украине еще не заполнен, она очень активно развивается. Особственно у меня был такой стереотип, что я думаю, что в кавовых автоматах неакисная кава, и там только порошки, больше ничего. Когда я начинал заниматься проектом, мне открыли автомат, и я увидел, что там реально зерно. Там справжняя зернова кава, гарная кава, и автомати очень легко ее готуют. Главное, стежить за тем, чтобы техника правильно працювала. И мы в этом тоже помогаем военно-компаниям, чтобы покупцы смогут в легкой форме давать изборотный звездок. Подобно, если не подобно, если не подобно, если не на поле. То есть так. Спасибо, Анли. Ну и в завершении я бы хотел сказать пару слов еще раз о нашей инициативе, и исключительно в контексте партнерской экосистемы. Нам самим достаточно тяжело, я думаю, что даже невозможно было бы построить эту инициативу без партнеров. Microsoft, опять-таки, исторически работает с партнерами. Мы работаем только через партнеров. Например, наша организация Microsoft Украина, она не продает Windows. Мы ничего здесь не продаем. Мы все продаем через партнеров. То есть продают ритейлы, продают интеграторы и так далее. И в рамках инициативы IoT-лаборатории мы бы не справились без поддержки таких компаний, как «Киевстар», без «Рода и Шварц», без «Арт КБ», без «Вайт Сейл Скул» и так далее. Без «Орси» и других. То есть сейчас у нас в экосистеме более 20 партнеров, которые поддерживают нас по-разному. Кто-то предоставляет оборудование, например, Intel, кто-то предоставляет связь бесплатную, нетарифицируемую, например, «Киевстар». Кто-то принес нам действительно дорогой осциллограф, который мы бы вряд ли бы купили. Честно вам скажу, просто нету таких бюджетов для «Рода и Шварц». И так далее и тому подобное. И вместе с этим я бы хотел сделать небольшой анонс того, что нас ждет в будущем, чего мы хотим добиться. Сейчас уже открыта регистрация в новый инкубационный цикл. Вы сейчас увидели наши результаты, которые мы, скажем так, совместными усилиями такие завершили и сделали в прошлом инкубационном цикле. Мы гордимся этими результатами. И вместе с этим сейчас уже на сайте IoT Lab in UA открыт набор, открыта подача заявок для новых стартапов, которые хотят создавать свои бизнесы в Украине, которые хотят их выносить за рубеж. Длится регистрация будет до 26 октября. И хорошая новость заключается в том, что теперь мы не только в Киеве. Мне было очень больно отказывать ребятам из Одессы. Было реально очень много заявок. Но ввиду того, что мы не могли им покрыть релокейшн и проживание 9 месяцев в Киеве, мы вынуждены были им отказать. Теперь мы им отказывать не будем, потому что у нас открывается локация помимо Киева еще и в Одессе и в Харькове. Спасибо университетам, которые тоже смотрят на инновационные технологии, которые хотят их развивать у себя в университетах, которые тоже хотят из студенческого сообщества или из городского сообщества набирать людей и строить бизнес. Это для нас немаловажно и для них немаловажно. Поэтому набор мы стартуем в Киеве, Харькове и Одессе. Еще раз, набор уже открыт. Для каждого стартапа мы предоставляем рабочее место, постоянное в офисе 24 на 7 на выходных, неважно в какое время. Мы предоставляем оборудование, это измерительное оборудование, это тестовые стенды, это платы прототипирования, макеты и так далее. Мы предоставляем все программное обеспечение, любых версий, редакций, которые вообще есть у Майкрософта в принципе. Любое, абсолютно. Без никаких ограничений с правом коммерческого использования и так далее. И также мы в города подтягиваем нашу партнерскую экосистему. Для нас важно, чтобы мы там были не одни. Еще раз говорю, одним справляться очень тяжело. Мы подтягиваем туда Intel и Киевстар и Родейшварц и остальных партнеров, которые будут работать с этими стартапами, которые будут их продвигать. Более того, интерес нашего инкубатора заключается в том, что компания Microsoft и IT-лаборатория не берет никакого equity от стартапа. Мы не берем процент в компании, мы не берем долю, не берем процент распродаж, ничего не берем. Наша задача – это наши технологии. И ввиду этого, из-за отсутствия какого-либо коммерческого, реального, прямого интереса в этих стартапах, мы открыты к сотрудничеству с любыми подобными инициативами. Мы отлично дружим с инкубатором 1991. Мы организовываем совместное обучение, мы организовываем совместное менторство стартапов и так далее. И так же самое мы работаем с другими инкубаторами, типа WDNH Tech или инкубатор Киевстара, который там работает, который тоже equity-free. И любые другие подобные инициативы. Спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, можете мне их задать. Во избежание ошибки выжившего, а где оставшиеся три проекта? К сожалению, такое бывает. На самом деле, и это тоже опыт. Для нас это лернинг в первую очередь. Действительно, не все 10 стартапов, которые были отобраны, вышли из лаборатории. Причин на это было несколько. Один стартап просто не дошел до инкубационного цикла. У нас был набор, мы его завершили, был Open Day, и только через месяц мы стартовали работу. Вот в период месяца из команды ушли ключевые люди, команда развалилась, и они не смогли создать свое решение. Есть и команды, которые не дошли по дороге. По разным причинам. В основном, это отсутствие, наверное, внутренней мотивации, каких-то внутренней целенаправленности в командах. И это наш лернинг тоже. Мы сейчас пересмотрели процедуру отбора стартапов, потому что первый инкубационный цикл это было доверие на звонке. Знаете, то есть я прозванивал их, вот то, что мне говорили, тому я верил. Оказалось, что, к сожалению, я не хочу сказать, что верить нельзя, но доверяй, но проверяй. Поэтому в этот раз отобранные стартапы мы приглашаем на хакатон, с каждым из них общаемся, смотрим в глаза, и смотрим на их прогресс, как они умеют работать вместе на протяжении трехдневного хакатона, какие задачи они могут решать. И уже победители вот этих хакатонов попадут к нам в лабораторию. Для нас будет неким залогом того, что мы сможем довести эти стартапы до ума, вывести продукты. А все-таки как идет процесс отбора? Например, из этих ста. Это должна быть какая-то идея или уже какие-то наработки? И что чаще всего предлагают? Наверняка же есть такие заявки, что одинаковые. Смотрите. По опыту первого инкубационного цикла мы действительно получили около ста заявок. Но для того, чтобы отборочная комиссия, которая состояла из Microsoft и партнеров, это было коллегиальное решение, я хочу на этом поставить акцент. Для того, чтобы отбор был действительно среди тех стартапов, на которых теоретически можно рассчитывать, все 100 команд я прозвонил лично. Из них я отсеял примерно процентов 30-35. Это люди в стиле услышали что-то прикольное, зарегались. То есть часто бывает и такое, не вопрос. Некоторые люди зарегались, но до конца не могли сформулировать, что они хотят делать и так далее. Мы выделили пул стартапов, с которыми мы потенциально можем работать и уже на комиссии их рассматривали. Два дня времени, некоторых мы дозванивали. Если говорить об уровне подготовленности стартапа, на первый инкубационный цикл мы брали, исходя из интересной идеи, неважно в каком она состоянии на сейчас. То есть, например, вот команда Экобокс, они пришли, ну не было еще прототипа, ничего, была идея. Мы их взяли, потому что нам показалось, что эта идея будет интересна в контексте положить ее на полку магазинов, как наше украинское решение, которое может продаваться чисто консюмерское. И так далее. Были ребята, которые уже пришли с ранними прототипами на проводочках. То есть у них что-то уже было написано, что-то уже работало. Были ребята, которые пришли с готовой платой. Им нужна была наша помощь в контексте популяризации, знакомства с энтерпрайз-сегментом, менторские сессии по бизнесу и так далее. То есть на самом деле приходили разные люди с разными интересами, от студентов до бывших бизнесменов и так далее. Если говорить о том, как бы я хотел делать сейчас отборочный цикл, я хочу в рамках хакатона минимум валидировать идею и валидировать то, что команда может достигать результатов в краткосрочные сроки. Это для меня важно, потому что с некоторыми командами было проще, с некоторыми тяжелее работать в контексте прогнозирования сроков, когда ничего сделать. Для нас это важно, потому что для того, чтобы пригласить какого-то большого энтерпрайз-заказчика посмотреть на продукт, тратятся недели. Согласование графика, BDM и так далее. Это достаточно тяжело. И прогнозируемость команды для нас очень важна. Поэтому мы хотим увидеть, как они умеют работать в команде, могут ли они добиваться, есть ли у них вот эта энергия, делать тот продукт, который они хотят делать. Так а были заявки, которые повторялись? Были, скажем так, повторы заявок отсеивались простым фильтром, потому что, как правило, указывался один и тот же номер телефона или один и тот же текст. Бывало такое, что один человек, это было в КПИ, подал сразу три заявки под разными номерами телефонов, с разными продуктами. Тоже достаточно легко вычисляется. У меня памятная голоса отличная. Я всех помню по голосу. Поэтому проблем не было. Действительно, бывают такие случаи, но, скажем так, фрод и читерство мы пресекали еще на этапе первичного прозвона. Сколько команд вы готовы вести одновременно? Смотрите, в Киеве мы ввели и будем вести 10 команд. В городах это будет от 3 до 5. При этом, для того, чтобы, скажем так, более успешно масштабировать свои ресурсы, я не планирую быть одновременно в трех местах. У нас модель работы следующая. Есть локация, которая обратилась к нам за помощью, с просьбой расширить наш проект на их локацию. И у нас есть некая внутренняя договоренность, что они выделяют человека, который будет драйвить эту инициативу локально. Мы этого человека везем сюда, прокачиваем его, знакомим с Майкрософтом, знакомим с технологиями, знакомим с пулом заказчиков и так далее. После этого он едет в город и является нашей первой линией поддержки. Все остальные вопросы, связанные с маркетингом, пиаром, с технологической помощью, обучением и так далее, мы делаем сами. То есть у нас центральная локация здесь, обучение будет транслироваться на остальные локации в режиме реального времени, чата, с вопросами и прочее, прочее, прочее. Все проекты, которые будут сгенерированы в IoT-лаборатории во всех городах, попадают в наше общее портфолио. Нету приоритета на Киев, нету приоритета на Одессу или Харьков. Это наш общий портфель проектов, которые мы предлагаем нашим интерпретарям. Как лаборатория может помочь специализированная локации? В частности, я приступаю в вашей локации. Хороший вопрос. Для этого мне немножко нужно понять ваш бизнес и какие есть бизнес-потребности. Идея состоит в том, как мы работаем. К нам приходят заказчики регулярно. У нас есть целый пул людей, которые называются аккаунт-менеджеры, которые one-to-one работают на бизнес-проблематике. И заказчики так или иначе, они озвучивают, что у них болит. Или какие-то вещи, которые бы они хотели сделать с точки зрения увеличения прибыли и так далее. И уже поверх этого мы направляем наши стартапы для создания необходимых продуктов для вот этих пулов заказчиков. Поэтому, как мы можем вам помочь? Первый шаг – это застатапить с вами встречу и понять вашу бизнес-проблематику. Как только мы ее поймем, мы сможем либо найти подходящее решение у нас в лаборатории, либо поставить это как задачу, как одна из задач на инкубационный цикл. Это значит, что потенциально в IT-лабораторию может прийти команда, которая будет работать над вашей задачей. Но при этом здесь очень важно понимать, это не значит аутсорсинг. Это не значит, что стартап будет делать это только для вас и потом только вам это будет продавать. Стартап делает продуктовое решение. С вами, как с бизнес-ментором, он будет работать на каких-то наверняка спецусловиях. Например, вы предоставляете площадку полигон для тестирования и так далее. Они вам делают, допустим, первую партию по скидке или бесплатно, неважно как это обсуждается. Но при этом они имеют право пойти в другие издания и решать эту же бизнес-проблематику у них. То есть вот это фреймворк, который мы пропагандируем и по которому мы хотим работать. Мы не хотим привязывать стартапы к конкретным компаниям. Мы не хотим вбивать бизнес стартапов в зачатке. Спасибо. А вообще специализированное издание может помочь в поиске стартапов? Вот это, я думаю, очень даже может быть. Почему? Потому что… Если в этом, то смотрите, на сейчас действительно мы стартовали набор в новый и следующий второй инкубационный цикл. При этом первый мы называли как бы пилотным. Сейчас это боевой цикл. Мы сделали ряд ошибок, мы сделали выводы и мы точно знаем, чему мы не будем делать. Поэтому этот цикл, который предстоит, я надеюсь и верю в то, что он будет гораздо более продуктивный и у нас будет меньше дропрейт. И сейчас как бы в основном наша задача состоит в том, чтобы вот эту инициативу, вот это заявление о наборе новых команд максимально донести до маркета, до целевой аудитории. Чтобы как можно больше заявок к нам пришло, чем больше, тем лучше, 100, 200, 1000. Я вас уверяю, мы найдем ресурсы для того, чтобы лично отработать все, независимо от количества. Замечательно, спасибо. Если можно, я с вами свяжусь. Конечно. Спасибо. Если вопросов больше нет, у нас можем как бы немножечко переместиться в некую неформальную беседу со мной, со стартапами, с ребятами. Они презентуют свои решения здесь. Также они презентуют свои решения на кухне Андрея. Вы можете лично позадавать им вопросы, пообщаться. Ну и я также открыт и диалог, и разговор. Всем спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.